Добрый день. Издательский дом «Крестьянин» подводит итоги 2020 года и обсуждает прогнозы на год предстоящий с ведущими экспертами отраслей. Сегодня на связи у нас из Лондона известный экономист и финансист Андрей Мовчан, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Добрый день еще раз, Андрей. Добрый день еще раз. И первый вопрос о влиянии пандемии на мировой продовольственный рынок. Действительно ли сужается продовольственный рынок, по вашим наблюдениям? И это связывает с тем, что сворачивается туризм, сворачивают работу рестораны и бары, меньше проводят корпоративов. Даже в гости, как вы сказали, в Лондоне реже ходят родственники друг к другу. Но и не только в Лондоне, естественно, менее подвижные люди, а следовательно и потребность еде меньше. Действительно это так или нет? Я думаю, что за человечество в этом смысле отвечать очень сложно, поскольку и отдельные люди, конечно, и в большой степени регионы, и нации, и некоторые страты по типу их поселения, то есть, скажем, городские страты, сельские страты, они отличаются по своей реакции на то, что происходит. То, что я вижу в Лондоне, в частности, и вообще в крупных городах развитых стран, что физическая активность людей не упала, а скорее, наоборот, выросла, поскольку у людей освободилось время, которое они проводили пассивно в транспорте. И в основном это время стало занято либо прогулками, в Лондоне очень много гуляют. Лондон выглядит теперь каждый день, как Москва в первомайскую демонстрацию, поскольку у людей есть время, они проводят его на улице, и Лондон действительно красивый, и погода хорошая. Вот, и плюс, конечно, в крупных городах, в развитых странах очень высока спортивная культура. Я живу в таком спальном районе Лондона, напоминающем район метро Фрузинска в Москве. Здесь вокруг меня, наверное, пять спортивных клубов крупных, и в каждом есть теннисные корты, и в каждом есть сквоши, в каждом есть залы спортивные, и поля для игры в питанка, что угодно, и они забиты. Записаться в теннисный клуб можно только в очереди на полгода вперед, вы сразу так не попадете. То есть в этом смысле как раз поведение вот этой страты, этой страты населения стало значительно более активным. И даже в некотором смысле это реакция на пандемию сама по себе, потому что люди пытаются стать здоровее, потому что возникла угроза здоровья. И, конечно, в этом смысле потребление продуктов питания растет. И мы видели, что оно растет по глобальной статистике в том числе. Но это только один фактор. А есть еще целый набор других факторов, которые влияют. Очень сильно влияет фактор перехода потребления продовольственного на доставку от покупок в магазинах от офлайна. Доставка не может быть настолько точной в плане потребления. Когда ты заказываешь доставку, ты заказываешь с запасом обычно. Когда ты заказываешь доставку, ты получаешь продукты менее хорошего качества в среднем, чем то, что ты сам отбираешь в магазине. И это увеличивает и утилизацию продуктов фактически. Ну и потребление тоже увеличивает, потому что у тебя больше отходов дома, меньше отходов остается в магазине. Ну так устроена эта конструкция потребления. Плюс человечество в целом, возможно какие-то страты нет, но в основном человечество, реагирует на любую угрозу увеличением запасов. Эта реакция очень древняя, она восходит к палеолиту. Она уже более-менее инстинктивна для человека. И она такая всегда, какая бы угроза ни была. Угроза пандемии, угроза болезни привела к тому, что, например, по России потребление продуктов питания выросло на 15%. Люди просто формировали запасы. Другой вопрос, в каких категориях продуктов питания. Скажем, потребление черной икры, возможно, упало за это время. Но основные продукты, даже инфляция была достаточно высокая основных продуктов питания весной в России. То же самое происходило и в развитых странах, в Лондоне. На период марта возник дефицит продуктов питания. Их не хватало, потому что люди закупались впрок. Так что нет, я, скажем, как макроэкономист, я не вижу причин говорить о том, что пандемия вызвала сужение рыб, скорее наоборот. Она вызвала некоторое перераспределение в цепочках поставок. Она вызвала некоторое перераспределение в продуктах питания, собственно, которые потребляются. Особенно в странах слабых, в странах, где экономика сильно упала и доходы населения сильно упали. Но в общем и целом она скорее привела даже к тому, что эффективность потребления снизилась, а значит объем потребления вырос. Ясно. Да, ну вот вы затронули тему структуры питания. Можно ли ожидать, что дешевые продукты будут более востребованы из-за того, что и банкротство, о которых вы упоминали в своих обзорах, и как следствие безработица возрастут. Ну и по России, вот скажем, увеличение уже продаж хлеба зафиксировано. То есть дешевое питание будет более востребовано, а элитные продукты, они будут покупаться реже. Очевидный ответ. Очевидный ответ, да. Но очевидные ответы не всегда хороши, потому что они допускают слишком высокий уровень обобщения. То есть в общем и целом, да, конечно, более дешевые продукты за счет любого кризиса, и за счет такого кризиса, как был в 2020 году, а в России будет продолжаться еще, я думаю, 2021-2022 год в том или ином виде, за счет этого, конечно, они получают преимущество в продаже. Здесь только надо понимать, перед кем они получают это преимущество. Потому что с одной стороны, действительно, падение общих доходов населения приводит к тому, что возникает тенденция покупки более дешевых продуктов питания по сравнению с теми, которые покупала основная масса населения. А это не элитные продукты, это были продукты среднего уровня. А с другой стороны, мягкая монетарная политика, которая проводится сейчас властями практически всех стран, приводит к тому, что на рынке оказывается очень много денег. Эти деньги в том числе оказываются в виде пособий, в виде социальной помощи, в виде компенсаций у широкой массы населения. И эти деньги оказываются на фондовых рынках. Оказываются на фондовых рынках, они толкают фондовые рынки вверх. Это увеличивает благосостояние более высоких классов населения. И за 20-й год благосостояние верхних страт населения в развитых странах выросло. За счет того, что их инвестиции, например, инвестиции в акции у американцев, они выросли уже, наверное, на 10-12%, а по некоторым индустриям и значительно выше. Скажем, акции технологические выросли значительно больше. И эти люди, в виде рост своих сбережений, будут, конечно, потреблять больше и будут потреблять больше элитных продуктов в том числе. То есть если вы производитель элитных продуктов для очень богатых людей, вы, скорее всего, выиграли в этом году. И вам не нужно переключаться на продукты по дисконтной цене. А вот если вы производитель продуктов среднего уровня, то здесь, конечно, надо учесть, что основная масса населения будет снижать свои запросы к потреблению. Очень интересно, да. Разорение. Вот что касается банкротств, то в кризис банкротства затрагивает в большей мере малый и средний бизнес, у которого жиров поменьше. Но вот применительно к сельскому хозяйству, это означает, что возрастет роль агрохолдингов. Они будут поглощать мелкие фермерские хозяйства. Но вот что касается России, то крупные холдинги уже сейчас по полмиллиона гектаров имеют земли. И на ваш взгляд, это хорошо или плохо? Это тоже очень неоднозначный вопрос. Во-первых, конечно, неоднозначно, что во время кризиса поглощение ускоряется. Тем более, что, ну вот как я только что сказал, кризиса в продовольственной сфере я не вижу. Здесь понятно, что стресс, который вызывает подобная пандемия, он отражается на всем, в том числе на способности людей принимать разумные решения, на способности коммуницировать, выстраивать бизнес. Здесь, в Великобритании, это достаточно смешно. Здесь вообще система логистическая работает не очень хорошо, но теперь она стала работать совсем плохо, и все это объясняют пандемией. Хотя, в общем, понятно, что функционерная логистика к пандемии не имеет никакого отношения. Просто там есть предлог, на него ссалариваться. И вот возвращаясь к тому, о чем мы говорим, я думал, что если какие-то агрохозяйства испытывают сейчас трудности, то объяснение этих трудностей пандемии – это, в общем, по большому счету предлог. Потому что сам бизнес по производству продуктов питания пострадать не должен. Ну, если только где-то в каком-то регионе был полный локдаун, и люди не имели возможности продолжать работать. Хотя, насколько я знаю, в большинстве стран, ну, по крайней мере, у нас в Великобритании, в индустрии производства продуктов питания признавалась essential, то есть существенной, и никто не закрывал производство ни на один день. Вот. Значит, если мы видим концентрацию производства в агропромышленном секторе, то это не в связи с пандемией. Это в связи с тем, что в этом секторе есть очень высокий коэффициент экономики масштаба, и, конечно, если хозяйство больше, то у него себестоимость ниже. Это абсолютное правило. Но здесь есть еще один фактор, который надо понимать, и о котором очень много говорят, кстати говоря, сами агропроизводители. Если сравнить, например, производительность российскую и европейскую на схожих культурах, например, да, совсем вот в производстве, скажем, в растениеводстве, зерноводстве и так далее, европейская производительность оказывается намного выше. По некоторым культурам, там, например, сахар, да, она оказывается в два раза выше в среднем. И я сам не специалист, поэтому я пользуюсь объяснением профессионалов. Но они объясняют это тем, что в Европе хозяйства сильно меньше, и отношение к работе у владельцев этих хозяйств совершенно другое. Они в состоянии контролировать процессы, которые происходят внутри хозяйства. В то время как в России в огромных холдингах, в которых производится тот же самый, та же самая сахарная свекла, в основном процессы контролируют наемные менеджеры. Качество наемного менеджмента сильно ниже, мотивация наемного менеджмента сильно ниже, и от этого страдает конечный результат. То есть здесь всегда, как вообще в экономике обычно, здесь всегда борются два противоположных фактора. Один из них – это снижение себестоимости за счет масштаба. Второй – снижение качества выполнения работы за счет того же масштаба. И поэтому говорить точно, что лучше – большое хозяйство или относительно малое хозяйство, мне сложно. Мы видим экстремальные варианты. Вот Россия с огромными хозяйствами и низкой эффективностью производства. А с другой стороны, например, Грузия, где хозяйства очень маленькие, и от этого эффективность тоже очень низкая, потому что эти хозяйства не в состоянии обеспечивать себя не необходимой техникой, не необходимым уровнем производства, не необходимой централизации логистики и так далее. Наверное, истина где-то посередине, так называемая кривая лафера для налогов, она работает и для размера хозяйства. Тоже есть где-то некоторые локальные опции. Ясно, ясно. Вот сельское хозяйство в России – это, ну, видимо, не только в России, это сектор развития. В России он один из редких секторов экономики, который развивается. Во всяком случае, согласно официальной статистике, небольшие показатели, но они ежегодно растут. Можно ли предположить, что, как вы считаете, возможно ли, что продукция сельского хозяйства в обозренном будущем заменит углеводороды на внешнем рынке, вот, экспортной составляющей России? Короткий ответ – нет. И причин для этого очень много, но одна совершенно очевидна. Маржа, прибыль по сравнению с себестоимостью в углеводородах на сегодняшний день является очень большой. Даже при цене на нефть в 40 долларов за баррель, сейчас она почти 50 уже долларов за баррель, маржа составляет от 30 до 70 процентов, в зависимости от того, какую нефть откуда и куда поставляется. Бизнес на углеводородах, как вы знаете, многим странам принес благоденствие, в общем, без особых усилий. Это и страны Персидского залива, это и Норвегия, это и, так сказать, ряд других стран. И страны, которые не сумели этим воспользоваться, как Венесуэла, это исключение из правила, а не правило. В агросекторе ситуация ровно обратная. Люди с каждым годом едят больше, объем производства сельскохозяйственной продукции в мире растет, а совокупная доля агросектора ВВП падает. Происходит это потому, что очень резко сокращается маржа. Фактически, поскольку этот сектор комодити, здесь очень высокая конкуренция между производителями, есть очень серьезное давление цены. И, кроме того, огромная часть прибыли от производства сельскохозяйственной продукции, вообще продуктов питания, уходит в область технологий. Сейчас, для того, чтобы конкурировать на рынке, вы вынуждены все больше и больше использовать высокие технологии во всех деталях. От, скажем, специальной обработки посевного зерна до производства и получения удобрений, до распыления этих удобрений и контроля за тем, как у вас растут растения. И производители этих технологий и производители оборудования отбирают все большую и большую долю конечной маржи. Фактически, конечное сельское хозяйство, заключающееся в том, чтобы произвести сельскохозяйственный продукт, идет постепенно к нулевой марже. И эта история печальная, но она, к сожалению, неизбежная. Действительно, так построен сегодняшний мировой рынок продуктов питания, что в течение 10-15 лет, скорее всего, сельское хозяйство чистое, без каких-то дополнительных производств, перестанет приносить прибыль вообще. А дополнительные какие производства? Переработка, вы имеете в виду, или что сельское хозяйство? Переработка, логистика, какие-то специфические сферы, связанные, возможно, с производством тех же самых технологий, например, для производства продуктов питания. Какие-то дополнительные еще сферы, которые, может быть, сейчас так сходу и не увидишь, но что-то там, не знаю, производство биотоплива, например, из отходов. Вообще использование отходов производства сельскохозяйственного. Я студентам, когда читаю лекции, я все время привожу пример мебельного производства. Российское производство мебели из низкокачественных пород дерева, например, из березы, оно получает прибыль в среднем равную стоимости щепы, которую они продают в котельные для отопления. То есть если бы они эту щепу, например, просто выбрасывали, то они были бы неприбыльны. И то же самое постепенно, к тому же приходится сельское хозяйство. Здесь нужно научиться за счет эффективности использования всей своей цепочки получать ту небольшую маржу, которая там может оставаться. Это не происходит равномерно по всему фронту. Я знаю, что в России есть достаточно прибыльных хозяйств, но связано это со многим. Это связано с субсидированием очень большим. И фактически государство забирает убыток на себя, отдавая прибыль сельским хозяйствам. Так не будет вечно. У российского государства нет столько средств навсегда. Это связано с монопольным положением или квазимонопольным положением. Это тоже не будет вечно. Это связано с определенными давно простроенными отношениями, связано с заниженными зарплатами в этом секторе, в частности. Это связано иногда с низким качеством производимой продукции. Но все эти факторы могут давать возможность тому или иному отдельному предприятию зарабатывать прибыль, но не создавать экспортные преимущества в целом для страны. То есть в этом смысле, конечно, ожидать, что сельское хозяйство может что-то заменить. Тем более, что, например, сейчас наш экспорт сельскохозяйственный составляет примерно 7% от экспорта углеводородного. Конечно, ждать этого не приходит. Да, ясно. Вот перед этой встречей мы специально провели опрос среди успешных хозяйств юга России. Поинтересовались, какой актив для инвестиций им наиболее интересен. И вот внутри России они на первое место поставили инвестицию в землю. В сельскохозяйственную землю, разумеется. Да. И вот по нашим подсчетам за 15 лет стоимость земли на юге России увеличилась в 10 раз. То есть вот хотелось узнать, этот актив в мире насколько интересен, и есть ли он в портфеле вашего инвестиционного фонда. Земля вообще актив ограничен. Если помните, замечательный писатель Марк Твен говорил, инвестируйте в землю, ее больше не производят. А черноземная земля, конечно, производится природой, но производится значительно медленнее, чем потребляется. Поэтому черноземная полоса – это актив очень дорогой. При этом на его цену, прошу прощения, влияет еще и то, что многие страны, на территории которых расположены черноземные пояса, недостаточно либерализовали этот рынок. Та же Украина, которая находится рядом с нами, там рынок земли еще очень слабо развитый, и там достаточно тяжело с правами собственности на землю. Поэтому те, кто пытаются инвестировать в землю, вынуждены искать те немногие рынки, которые либерализованы, как рынок России, например. Поэтому, конечно, земля в каком-то смысле – это хороший актив. Другой вопрос, что земля, в отличие от, скажем, золота, условно говоря, это не актив, который существует сам по себе. Если землю профессионально не обрабатывается, то она будет приносить убытки. Если даже вы землю профессионально обрабатываете, все равно вы должны быть встроены в логистические цепочки. Очень правильно, иначе вы не будете прибыльными. И, кроме того, земля – это актив, который, ну, по своему определению, неперемещаемый, в отличие от, скажем, финансовых инвестиций, в отличие даже от производства. Вы не можете взять землю и переместить, например, в тот регион, где губернатор относится к вам лучше, или где просто лучше выполняются законы. Поэтому рынок земли – это рынок, ограниченный теми игроками, которые тем или иным образом хорошо приспособлены к региону, особенно в странах с проблемами права, как в России. В России какому-то внешнему игроку заходить на региональный рынок черноземных областей с целью конкурировать с местными игроками, которые простроили свои отношения с властью и с правосудием. Ну, это практически безумие. Мы знаем много примеров того, как эти истории заканчивались едва ли не трагически. Поэтому, конечно, если вы разговариваете с крупным игроком, который занимает привилегированное положение, то для него земля будет хорошим активом, потому что он простроен логистически, потому что он умеет ее обрабатывать, и потому что у него есть достаточная возможность защитить свои интересы. Для широкого рынка это не так. И мы, как игрок широкого рынка, в землю не инвестируем ровно по этим причинам. Мы всегда проиграли бы в этом соревновании тем, кто лучше приспособлен к своей нишевой деятельности. Интересно. Ну вот, следующий вопрос был об инвестициях, которые тоже приоритетны для наших успешных хозяйств в технологию выращивания экспортных культур. Культур, заточенных на экспорт, пшеница, ячмень, рапс и некоторые другие. Но вот то, что вы сказали, наверное, напрашивается вывод, что это направление недолго будет кормить наших аграриев, поскольку и конкуренция высока, и прибыльность агробизнеса сокращается, поскольку точные технологии потребуются, потребуются космические технологии, спутниковые и так далее. Это и так, и не так. Вы все, на мой взгляд, правильно говорите, но здесь не надо забывать о том, что у экспорта есть две цели. Первая и совершенно понятная цель экспорта – это получение прибыли, как любой другой хозяйственной деятельности. Но есть еще и вторая – это получение валюты. Россия не является страной с общепризнанной и общеупотребимой на мировом рынке валютой. Рубль – валюта локальная, валюта очень волатильная, валюта, на которую вы на мировом рынке ничего не купите, вам надо будет ее все равно менять на другую валюту. И в этом смысле приток стабильной валюты, доллара или евро, скажем, в страну крайне важен для поддержания торгового баланса в этой стране. В этом смысле именно поэтому аграрная деятельность в России субсидируется в первую очередь. Не только и не столько потому, что аграрии должны кормить население, они так и так население прокормили бы, если сейчас нет угрозы голодом. А потому что аграрии являются источником, пусть и не самым большим, но все-таки валютных поступлений в страну. Поэтому я не думаю, что что бы ни происходило в ближайшие годы, правительство будет отказываться от своих планов, скажем, субсидирования кредитной ставки, сниженного налогообложения и других льгот для аграрии, позволяющих им эту валюту в страну приносить. Поэтому в общей картине получения прибыли в целом аграрная область может быть и низкоприбыльной, но те российские игроки, которые правильно простроены в системе взаимоотношений с властью и которые могут генерировать устойчивую валютную выручку для страны, будут получать от государства поддержку в виде увеличения даже искусственного, в некотором смысле, увеличения их прибыли за счет внутренних рублевых расходов государства. Вы уже как-то высказывались на эту тему, но, может быть, чуть подробнее скажете по поводу тенденции настроений фермеров. Но они особенно заметны здесь на юге, поскольку мы близко находимся к портам и экспортная составляющая очень важна. Здесь и логистика удобная, и гораздо легче отправить за границу то же зерно, чем из Сибири, скажем, или с Урала. Вот у нас популярна точка зрения такая, что слабый рубль – это хорошо, потому что мы продаем цена на мировом рынке в долларах. Что вы по этому поводу думаете? Ну вот с той точки зрения, которую вы описали, это, конечно, хорошо. Любой экспортер, у которого себестоимость в основном рублевая, конечно, мечтает о слабом рубле, потому что себестоимость падает, выручка в рублях растет, маржа растет. И инфляция рублевая и падение курса рубля – это очень выгодная часть сегодня аграрного бизнеса. И в некотором смысле, за счет того, что государство поддерживает эту ситуацию, это часть государственного субсидирования аграрного бизнеса. Поскольку все-таки это макроэкономическая политика, она более-менее в руках государства. Здесь только надо понимать, что по мере развития аграрного бизнеса, с точки зрения его эффективности, увеличения, скажем, производства на единицу затрат и так далее, российскому аграрному бизнесу придется столкнуться со все большей долей закупки того, что называется «инплс», как сказать по-русски, комплектующих, семенного материала, удобрений и так далее за рубежом. И поэтому это окошко будет все больше и больше закрываться. Все большая и большая часть себестоимости будет выражаться в той же валюте, в которой будет выражаться конечный результат. И во все большей и большей степени важна будет эффективность, в том числе, кстати говоря, логистики. Вы очень правильно сказали про то, что Краснодарский край логистически значительно лучше расположен, чем Сибирь. И это абсолютная правда. Но даже и здесь возникают вопросы, скажем, к РЖД и к портам, к возможности достаточно дешевой, достаточно эффективной транспортировки на экспорт. И если эти вопросы не будут разрешены в ближайшие годы, то они могут оказаться таким бутылочным горло, что для российской экспортной индустрии, которая все больше и больше будет зависеть от валютных составляющих в своей себестоимости, а значит все меньше и меньше бенефицировать от низкого курса рубля. Да, ясно. Андрей, вы скептически относитесь к инвестициям внутри России. Исключения не составляют в этом смысле компании, которые работают в аграрном секторе и имеют хороший прирост по акциям. Скажем, вот мы посмотрели Фосагра, Русагра, больше 20% рост за прошлый год. Они не очень интересны. Вам тоже? Ну, посмотрите, есть некоторые общие фундаментальные правила подобного инвестируем. Одно из фундаментальных правил говорит, что стоимость компании пропорциональна качеству корпоративного управления и защите прав инвесторов в регион. Россия страна с очень слабым уровнем защиты прав инвесторов. Причем речь здесь идет не только о инвесторах в меньшинствах, в инвесторах как бы инвестициональных, которые вкладывают в небольшую долю компании, но в общем и об инвесторах, которые вкладывают в компанию целиком. Мы знаем огромное количество примеров атак на компании, арестов бизнесменов, уничтожения бизнесов по самым разным причинам. Последний вопиющий совершенно пример это аресты банкиров крупнейшего private equity фонда в России и вообще в Восточной Европе, Берингс Восток. Людей с, в общем, кристальной репутацией, людей, которые привели в Россию огромный объем бизнеса и денег и помогли вырасти в России большому количеству предпринимателей. Ареста по абсолютно корпоративному спору. Ареста просто потому, что человек, который вступил с ними в корпоративный спор, является другом сына одного из крупнейших чиновников в России. В этих условиях ни один консервативный или просто, скажем, сбалансированный инвестор никогда не будет ставить на карту свои деньги, понимая, что как бы хороша не была компания, в которую он эти деньги инвестировал, завтра у владельцев компании может случиться конфликт с губернатором или с кремлевским чиновником и все закончится, и в том числе закончится эта компания. Можно было бы так рисковать в условиях, когда ожидается многократный рост. В 10 раз, в 20 раз, в 100 раз. Тогда подобные риски были бы мотивированы. Но подобный рост на сегодня ожидается в совершенно других индустриях. На фоне того, что вот там РосАгро выросло на 20%, акции технологических компаний в Америке в этом году выросли в разы. Акции компаний, расположенных на каких-то фронтир-маркетах называемых, то есть новых рынках, в том же Узбекистане, например, который сейчас проходит путь, который Россия прошла в 90-е, в этом году выросли в два раза. Если бы просто инвестор вложился в узбекские компании в этом году, он бы получил в два раза больше денег по итогам года. Россия страна все-таки медленного роста и даже какие-то отдельные хорошие компании, которые растут быстрее, все равно с учетом российских специфических рисков недостаточно интересны. Вот, собственно, и все дело. Да, интересно. Хочется спросить о давней рекомендации финансистов по поводу хранения сбережений в трех корзинах. Доллар, евро, рубль. Вот в последнее время звучат рекомендации, что может быть более перспективные и более прибыльные шведская крона или иена. Вот что вы можете сказать по поводу вот этих вот трех корзин? Вы знаете, я никогда не рекомендовал хранить деньги в рублях. Я не рекомендую это и сейчас. Ну, а текущие расходы, Андрей, как же? Ну, текущие расходы вынуждены делать в рублях. Ну, надо же поэтому иметь хотя бы немножко для текущих. Не бегать же каждый день в обменник. Ну, конечно, нет. С рублем не происходит какие-то катастрофы. То есть, вы, так сказать, ваш месячный бюджет вполне можете держать в рубле. Но при этом все-таки рубль не является инвестиционной валютой. Ни в коей мере. Мы видим, что рубль – это валюта страны со слабой экономикой. Рубль – это валюта страны, очень сильно зависящая от одного-двух ресурсов. И подобные валюты, они имеют тенденцию к долгосрочному падению стоимости. И рубль, безусловно, рубль сейчас стоит 75-76. Он, если помните, 10 лет назад он стоил 30. Через 10 лет он будет стоить, возможно, 150. Здесь нет обвального процесса, но этот процесс все равно будет идти. С другой стороны, если говорить про валюты развитых стран, если вы посмотрите на историческое взаимодействие между ними, они все более-менее как звезды в сложной системе звезд обращаются вокруг одного и того же центра тяжести. Когда-то доллар становится несколько дороже, когда-то евро становится несколько дороже, иена периодически, крона шведская периодически. Но в общем, они все двигаются примерно одинаково. И вот сегодня, вот конкретно сегодня, скажем, доллар несколько дешевеет по отношению к другим валютам, потому что идет массивное количество смягчение в Америке, и ставка по доллару упала до нуля. И если кто-то спекулирует валютой, наверное, сегодня можно было бы занять позицию против доллара и в, скажем, евро, франке, шведской кроне, канадском долларе, возможно, сейчас и австралийском долларе. Но если кто-то не спекулирует валютой, не занимается этим раз в месяц, скажем, или чаще, а просто спрашивает, в чем держать, то вы этого падения доллара просто не заметите. Но он немножко сейчас опускается, да, завтра он опять поднимется, когда ситуация на рынке немножко изменится. Поэтому, в общем, нет беды держать средства в долларе. Доллар – это валюта самой развитой и самой активно растущей экономики мира, самой большой экономики мира. Многие сейчас повторяют ошибочное высказывание, что экономика Китая растет быстрее, чем экономика США. Это не так. Те самые 6%, на которые растет экономика Китая, берутся со значительно более маленькой базой. ВВП Китая на человека составляет около 10 тысяч долларов, ВВП Америки на человека составляет около 60 тысяч долларов. То есть даже там, даже 2% роста экономики США – это сильно больше, чем 6% Китая. В этом смысле Америка является абсолютным лидером. Американскому доллару наибольший уровень доверия в мире. Американский доллар – это примерно 45% всех международных расчетов. И, в общем, нет большой беды, если вы будете просто использовать доллар. Если вам все-таки кажется, что у вас вызывают излишняя эмоциональность движения доллара по отношению, скажем, к евро или франку, ну, можно сделать корзину, то есть там доллар, евро, франк. Можно добавить туда даже и иену, хотя иена – валюта более периферийная в данном случае. Вы просто будете чувствовать меньше колебаний, но по сути это ничего не изменит. Ясно. Андрей, по поводу рубля, в ближайшие месяцы, как вы прогнозируете, не произойдет ли обвала рубля? Я не вижу причин для обвала. Вообще, для того, чтобы рубль падал в цене, причины не нужны. Рубль – это валюта, которая, как я уже сказал, она будет снижаться в цене. Для того, чтобы рубль обваливался, причины, конечно, нужны. Для любого обвала нужны серьезные изменения на рынке. В ближайшее время нефть в цене будет, скорее всего, расти. Ну, или если ОПЕК решит, так сказать, развязать квоты и производить больше, она может быть чуть-чуть скорректируется, но все равно останется примерно на тех уровнях, на которых есть. А это основной фактор в определении стоимости рубля. экономика России как-то будет восстанавливаться постепенно, да, сейчас после эпидемии. Не очень понятно, что будет в России с вакцинацией. Сейчас, насколько я знаю, в России ситуация очень плохая инфекционно, да, сейчас волна намного более высокая, чем первая. А спутник, разрекламированный российскими властями, пока что в широкий оборот так и не выходит. И никто пока не назвал дат. Для сравнения, с понедельника следующего в Великобритании начинается вакцинирование вакциной Pfizer. Она утверждена, и вообще развитый мир до Нового года начнет вакцинирование своими вакцинами. И в этом смысле Россия может оказаться в неудобном положении, в неудачном, по сравнению с остальными странами. Вот. Сейчас, прошу прощения. И, конечно, мы не ждем какого-то бурного роста экономики в России. Но, тем не менее, все-таки катастрофа не просматривается. И в этом смысле нет, я бы не боялся падения до 100, например, в ближайшие полугода. Я не вижу, как оно может произойти. В общем, до 85 тоже. Я думаю, что мы где-то в диапазоне 73-80 будем перемещаться в зависимости от ситуации. Может быть, у рубля сейчас будет некоторый период даже укрепления за счет того, что растет цена на нефть. То есть, вот таких резких движений я бы не боялся. Ясно. Ясно. Андрей, спасибо. Очень интересный разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова